Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и сегодня в рамках первого взгляда мы поиграем в Cannon Brawl. Это великолепная игра. Я немножечко в неё поиграл, чтобы хотя бы ознакомиться, как будет происходить процесс игры. Всё-таки это не какой-то платформер, вроде Alone Came a Spider или другой какой-то платформер, где всё просто, прозаично, и не приходится тратить много времени за катером, чтобы понять, как играть и что в принципе к чему. А Cannon Brawl являет из себя смесь жанров, и этим она прекрасна. В неё очень приятно играть, и хоть я и прошёл пока всего один по-настоящему, вот по-настоящему уровень, но я понял уже перспективу этого проекта, этой игры, этой идеи, и это очень круто. Так, ну для начала давайте ознакомимся с главным меню. Есть у нас меню приключения, где мы можем участвовать в кампании, после этого мы можем открыть режим кошмара, после того, как мы закончим кампанию. Я так думаю, там будет всё гораздо более сложнее. Вот будет дальше ещё режим Challenge Levels, то есть вызов какой-то, да, где будут сложные-сложные уровни, но игра на данный момент находится в Альфе, и поэтому это ещё не реализовали. И кроме прочего, можно сразиться просто с компьютером, скажем так, как скирмиш в стратегиях. Знаете, битва, просто случайно, без сюжета, без чего-то, либо там-либо. Выбирайте, может, себе карту и так далее. Так, это у нас меню такое, ну не меню, а опции. Там ловить в принципе нечего. Ещё есть у нас мультиплеер, но в него сможет поиграть только тот, кто купил игру. Поэтому, если вы хотите поиграть, то обязательно купите эту игрушку, она этого заслуживает, я уверен. Так, в общем-то, вы сами всё увидите. Есть ещё некие задания, правда, я не совсем понял, что такое. Сегодняшние задания. Нужно заработать 10 медалей в кампании и уничтожить 50 зданий, для того, чтобы нам дали по 100 очков опыта. Так, ну мы с вами приступим за режим приключения, а именно за кампанию. Вот так выглядит карта мира. А мы на дирижабле можем летать между разными уровнями и выбирать, что начать. Или же уровень какой-то новый, или вернуться, перепройти старый. Но, так как я обычно в первом взгляде своём прохожу уровни все по порядку с самого начала, то мы начнём с самого начала, где будет такой себе туториал. Давайте посмотрим. Для начала представьте себе Великое Королевство. А теперь представьте конфликт. Подлый брат короля начинает войну. Он хочет захватить трон себе. Для хорошего короля всё кажется действительно плохо. Но дочь короля, пилот воздушного корабля, может помочь. Именно за неё мы будем играть. Ну а нам пришло срочное письмо. Принцесса, злой дядя победил меня в бою. Но я принёс тебе что-то, что поможет тебе отомстить. Но сейчас время изучить экономию военного времени, экономику. Используй воздушный корабль, чтобы поднять свою экономику. Ну вот так будет выглядеть, друзья, наша игра. Честно говоря, я даже не знаю, с чем сравнить её. Я помню, была такая игра, я ещё играл на Sony PlayStation, но есть она и на компьютере, называется Ballarborg. Это стратегия, в которой основную роль исполняют пушки. То есть мы точно так же отстраиваем свой замок, свою экономику, строим какие-то хижины, чтобы люди там могли жить, как в настоящей стратегии. Но основа составляет из себя стрельба пушками. И с одного замка по-другому. И вот именно на этом строилась вся игра. Здесь похожая ситуация. Ну, в общем-то, вы сами сейчас всё увидите. Задание миссии туториала. Отстроить себе три золотых шахты. Так, давайте разорвём эти цепи на себе. Вот, скажем так, главное здание наше. Замок, где мы можем всё строить. Мы подлетаем на нашем корабле к замку. И выбираем, вот, шахта. Покупаем её за 15 золота. И мы должны её поставить в местах, где вот это вот самое золото есть. Например, вот здесь. Отлично построили. Теперь она нам будет приносить раз в какое-то время золото. Ну, как и в нормальной стратегии. Но теперь, для того, чтобы мы могли построить дальше эти шахты, нам нужно расширить своё влияние, скажем. Вот видите, эта вот синяя территория, это то место, где мы можем строить. А как она расширяется, нам надо покупать вот эти вот воздушные шарики и ставить на границах, чтобы расширить свою территорию. Мы, пожалуй, так и поступим. Вот он стоит 20 золота. И можем вот, например, вот здесь поставить. И после этого наша зона расширится до следующего золота, где мы сможем, опять же, построить себе шахту. Вот так вот. Ну и таким же несложным способом продолжаем расширять территорию и доходим до последней золотой точки, где построим последнюю шахту. Вот. И таким образом у нас по 155 золота в минуту, как мы можем видеть. Сверху, слева показывают, сколько мы будем добывать. Отлично. Три золотых шахты построено. Интересно, вернулся ли уже с боя мой отец? Я вернулся с боя! Это, конечно, очень круто. Злой король выиграл войну. Интересно, вернулся ли и такой на горячем корабле приземляется. Я действительно вернулся. Но я принес пушки. И когда вы сможете, ты сможешь их себе позволить, построй пушки и дай отпор. Вот такая ситуация. Ну и вот, в общем-то, следующий уровень будет уровнем, где по-настоящему уже придется воевать. То есть, именно на втором уровне мы познаем эту игру и познаем, как будет происходить дальнейший процесс. Я этот уровень прошел, к третьему не приступал. Кроме прочего, в каждом уровне можно завоевать себе еще медалики за какие-то достижения. Мне получилось сразу три медальки завоевать. Итак, принцесса против миньона, прислужника. Ха! Я победил твоего отца, и он прислал тебя, говорит дядя. Торон, скоро будет мой. А теперь, прислужник, иди сюда. Да, сэр. Не позволь ей разрушить нашу HQ, в общем-то, замок. Я буду использовать много пушек, чтобы победить ее. Идиот! Не отходи от нашего плана! Итак, для того, чтобы получить медалики, нам нужно, во-первых, успешно уничтожить вражеский замок. Во-вторых, надо в минуту совершить семь действий. То есть, быстро действовать, быстро что-то отстраивать и побеждать врага, но это несложно. Ну, а чтобы получить третью медаль, нам надо закончить уровень быстрее, чем за семь минут. И это будет просто. Это будет действительно просто. Все равно, это пока что туториал, сами понимаете. Итак, вот мы начинаем. У противника такое же влияние, как и у нас. То есть, только гораздо больше. Вот, вы видите. Но теперь мы имеем возможность строить себе пушки. Вот, все, золота достаточно. Ставим пушку здесь. А теперь мы этими пушками сами будем управлять. Для начала, давайте попробуем уничтожить вражеский шарик, для того, чтобы влияние он потерял над этой территорией. Вот как это происходит. Но противник, так же, как и мы, обладает воздушным кораблем, который отстраивает новые здания. Так, давайте теперь расширять свою территорию. Потому что надо действовать быстро, как и в любой стратегии. Отлично. Теперь еще один шарик нам надо построить. Отлично. Так, я, наверное, не смогу. О, дотянется ли пушка сюда? Отлично, дотягивается. Тогда мы сейчас берем и попытаемся обстреливать вражеские пушки. Сверху как раз очень выгодно ставить нашу пушку, потому что у нас-то отличная дистанция, по которой мы можем стрелять. Враг до нас, ну, никак не дострелит. Кстати, старой пушкой, первой, которую мы построили, даже нет смысла ее использовать, потому что она находится слишком далеко, чтобы достать до противника. Вот, у пушки 12 секунд кулдаун, скажем. То есть она может стрелять раз в 12 секунд. Так, ну, в принципе, давайте-ка построим себе еще одну шахту здесь. О, знаете, что я заметил? По-моему, сами пушки тоже расширяют влияние, да? А для того, чтобы уничтожить вражескую пушку, нам нужно 3 выстрела, 3 попадания из нашей пушки. Давайте еще рядышком одну построим. Дальше расширять влияние я смысла не вижу, потому что мы так успешно уже можем достреливать. Ай, не попаду. Или попаду? Попал, попал. Так, только у меня одна пушка стреляет слишком далеко, прямо по замку, а другая по пушке. Так, давайте вначале пушку уничтожим. Она-то особо вреда как-то не приносит, да? Раз! Два! Отлично! Правда, один выстрел может зацепить сразу и пушку, и замок, чтобы... Это, в общем, выгодно, вот что я хотел сказать. Тут, в общем, пока все было просто достаточно. У замка 30 хп, 30 жизней... Ой, что-то я вообще плохо выстрелил. Ладно, сейчас поправим немножечко траекторию. Плюс ко всему здесь разрушаемая территория. Вы видите, насколько наши выстрелы уже покоробили землю. И сразу появляются аналогии с червяками, с вормс, где также после выстрелов разрушается территория. Все деформируется. Итак, друзья, это победа. Мы уничтожили врага, прислужника, дяди, и добываем себе три медали, потому что все успели сделать вовремя. Ну, третий уровень, я с ним уже не знаком. О, кстати, вот мы уже 10 из 50 строений уничтожили, и потихоньку добываем себе ачивки. То есть сможем скоро выполнить задание и получить 100 опыта. Хотя я не знаю, для чего он нужен. Может, для игры по интернету. Вот у нас уровень 3. Здесь я уже не был, поэтому мне особенно интересно. Другой прислужник. У меня есть новый щит. Ты не сможешь победить меня так просто. Этот щит блокирует твои выстрелы. А, ну так же и мои выстрелы блокируют, да? Я только что усовершенствовал свои пушки для того, чтобы пробивать этот щит. Или стрелять вокруг твоего щита. Ладно. Посмотрим. Так, ну что, приступим. Начало всегда одинаковое. О, смотрите, отстроил щиты. Мы, наверное, скоро себя тоже сможем щиты отстроить, да? Так. Быстренько расширяем территорию. Теперь золотишко сейчас. И тут можно построить пушку. Мы теперь можем наши пушки усовершенствовать, для того, чтобы они стреляли дальше и были сильнее. Мне это объяснили. Так. Апгрейд стоит 55. Давайте подождем немножко. О, пока золото. Вот. Не-не-не-не. Блин. Тут просто кнопки соответствуют кнопкам Xbox. Так, ну что, получится пробить? Давайте посмотрим. Да, я сломал ему щит. А он сейчас снова будет щит ставить, да? Или нет? Да, снова щит поставил. Как спутниковая тарелка их щиты выглядят. Ты посмотри просто, что творит. Ну, в принципе, я могу, знаете, как поступить? Вот так вот. Ну, уже, ну, уже. Давай, 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 давай. А, нет, в щит попаду. В щит попал. Ну, у нас пушка... Ой, мы еще раз можем ее усовершенствовать. Третьего уровня у нас теперь пушка. Посмотрите, как ли она большая стала. И будет она очень сильно и далеко стрелять. Смотрите просто, какой огромный у нас выстрел. Сейчас с первого раза все уничтожим. Нет, с первого раза не получилось, но как бы там ни было. О, смотрите, щит поставил. Хитрюга. Типа, да? Но для нас это не составит проблемы тогда напрямую выстрелить. Так ведь? Вот так вот. А вражеские даже не могут по мне попасть. Не знаю, как здесь будут дела с искусственным интеллектом обстоять. А еще интересно, островок-то могут уничтожить наш, правда? Мне бы этого не хотелось, на самом деле. А он чинит свои вышки или как? Вот этого я немножко не понял. Не хотелось бы, чтобы наш островок уничтожили, на самом деле. Сейчас уничтожим эту пушку и начнем расширяться потихоньку. Так, все, пошли. Так, расширяем шариками свою территорию. Дальше. Пока не знаю, какой искусственный интеллект будет у противников. Но мне кажется, основной кайф этой игрушки будет в игре по сети. Здесь может быть реально очень много крутого. Если действительно здесь классные бывают моменты. Слушайте, мне это не нравится абсолютно. Ну, поставлю я где-то здесь пушку. Он же сейчас все обстреляет нахрен, не? Давайте подождем, пока он выстрелит. Давай, стреляй, стреляй уже. Все, ставим. Нам надо уничтожить его пушку первее, чем он нашу. Ай-яй-яй-яй, смотрите-ка. Дела-то обстоят не очень. Ах ты, ё-моё, сейчас начнет наши пушки. Хотя промазал, смотрите. Но может сейчас нашу шахту уничтожить. Сейчас потихоньку будем пробивать. Ой, сейчас шахту нашу уничтожат. Она и так держится на соплях совсем. Смотрите, сейчас упадет. Ой, смотрите, по пушке начал стрелять. Так, хорошо, уничтожили, успели. Что касается починки. Можем ли мы как-то починить, интересно? Честно говоря, понятия не имею. Так, давайте еще раз улучшим. Ох ты, смотрите. Продолжает меня обстреливать, зараза эдакая. Что ж он делает, а? Как же мне починить-то мою пушку? Похоже, никак, да? И он, кстати, простреливает сквозь свой щит. Вот что мне не нравится. Давай, давай. Кстати, пушка третьего уровня пробивает щит. Ее снаряд несколько ослабевает, но после этого, тем не менее, у нас получается... Давай, успеем, успеем. Успели хотя бы выстрелить. Мы почти что замок, в принципе, подбили. Давайте еще раз попробуем. Вот, наш снаряд ослабевает, но после этого по-прежнему Летит дальше. Так, ставим. И давай-ка усовершенствуй меня сразу, сразу, сразу. Все, и поехали, и помчались. Смотрите, какая она дальнобойная пушка третьего уровня. А, и у него щит тройной, кстати, был, да? Похоже на то. Точно стреляет, зараза. Но нам осталось всего один раз попасть по их замку. Честно, я просто обожаю игрушки такого плана. Ну и вот она победа. В принципе. А ведь сложнее уже все становится. Смотрите, если бы этот островок уничтожили, то что нам делать оставалось? Не знаю, мы бы никак не продвинулись дальше. Конечно, мы могли бы вот эти вот самые построить воздушные шарики, но как бы там ни было. Теперь мы сами можем строить эти самые щиты. Это очень круто. Вот, третье появилось здание. Кстати, в конце концов, мы сможем себе новых пилотов нанимать. Наверное, у них будут какие-то особенности. Кстати, выбор построек тоже очень и очень большой. Вот давайте ознакомимся, потому что это первый взгляд. Мы все равно не успеем все пройти, все открыть. Вот вышка для того, чтобы щиты ставить. Дальше будет Demolisher Camp. Какие-то ходячие бомбы, которые будут пробивать щиты. Дальше у нас будет ракетная пушка. Дальше будет... Вот, смотрите, ремонтный центр. Мы сможем с помощью него ремонтировать свои здания. То есть представьте, насколько быстро нам надо будет летать с нашим пилотом, для того, чтобы все вышки успевать задействовать. То есть в дальнейшем, в более поздних этапах игры, нам действительно предстоит очень-очень много сочетаний башен, но очень много сочетаний зданий, для того, чтобы все успевать делать. И это очень круто. Что у нас там дальше? На 10 уровне откроется лазерная вышка. Она отражается от щитов, да? Не знаю пока, что это будет, но это круто. Потом у нас будет замораживающая вышка. Даже несколько, наверное... Нет, с Tower Defense жанром я, наверное, это не сравню все-таки. Тут немножко другое. Потом у нас есть какой-то акселератор, который позволит быстрее отстраивать вышки. То есть и быстро будут наши здания разрушаться, и быстро надо будет их отстраивать. И враги станут умнее, и быстрее тоже они начнут что-то строить. Дальше у нас Байголовка будет, вы смотрите. У нее большой кулдаун, то есть раз во много-много времени мы сможем использовать. Вон в 25 секунд и так далее. Но она будет очень сильная. И будет наносить половину повреждений вражеским замкам. То есть мы один раз попадем Байголовкой по вражескому замку, и половину жизни у него снимем. Потом будет банк, который будет увеличивать добычу золота. И помимо прочего, мы сможем... Ничего не пойму. Мы сможем распродавать вражеские здания, что ли? Любопытно. На 18 уровне у нас будет создатель гор. Мы сможем взрывать горы вот этой вот самой штуковины. Вот это мне напоминает, кстати, Pocket Tanks, если кто играл, игра была такая. Ну, а на 19 уровне у нас будет сверлящая башня, которая сможет просверливать просто участки земли. А на 20, на последнем, последнее здание, которое будет нам доступно, будет строительная платформа. Летающая платформа... А-а-а... С этой платформы не будут требоваться шарики для расширения территории. То есть мы сможем летать с помощью этой летательной платформы и в любом месте строить свои здания. Что ж, это очень круто. А еще у нас есть... А-а-а! Вот, смотрите, для чего нужен опыт. С помощью опыта также мы сможем открывать три дополнительных постройки. Например, башня с огнеметом. Потом башня с гранатометом, который гранаты будет бросать. И еще у нас будет защитная... Ну, не защитная, защищенная вот эта вот золотая шахта. То есть она будет защищена от вражеских попаданий. Ну и с помощью опыта еще сможем открыть четырех пилотов. Ну и каждый пилот тоже какие-то бонусы будет приносить. Один вот банкир, другой еще кто-то, другой такой сильный, да? И у каждого свои будут особенности. Так, давайте-ка еще один уровень пройдем, а на этом будем заканчивать. Ага, и потихоньку мы с вами выполняем какие-то задачки. Ой, а дальше какой-то городок будет, смотрите, деревушка, да? Любопытно. Хотя, честно говоря, я... Несмотря на то, что, в принципе, такие игры люблю, но я в них плох. Потому что порой не успеваю за процессом, и меня разрушают, а я не могу должную реакцию предъявить врагу. Так. Быстрая информация. Мы захватили твоего брата, принца. Помогите! Я чинил мой воздушный корабль, и они напали на меня. А, кстати, вот, вот, вот. Это будет наш второй персонаж, судя по всему. Второй пилот, принц. Механик такой себе, да? Тише, закричённый! А теперь, принцесса, готовься быть бомбардированной сверху. Хм. Эта пушка в плохой для нас позиции. Но у нас же щит теперь есть. Я могу использовать, чтобы защитить золотые шахты на всех фронтах, на передних. Ну, и задача та же самая, уничтожить вражеский замок. Ну что, поехали? Давайте. Да. Используем. Вот так вот поставим. А, всё-всё-всё-всё. Полетели-полетели. Давайте строим шахты сразу же. Золото нам нужно катастрофически. Отлично. И здесь, наверное, тоже, да? Ой, слушайте. А очень... О, у щита даже два слоя. Вот что круто. Но всё зависит от силы вражеской башни. Всё зависит именно от этого. А, чё, я не поставил. Ё-моё. Давай, сейчас он пробьёт, и я ещё один поставлю. Ну, давай, стреляй же. Вот так. А мы ещё парочку поставим. 25 секунд кулдаун у защитной башни. Так, ну а мы тем временем можем строить себе пушки. И сразу же их улучшать, потому что... Да, прямо здесь можно построить. Потому что улучшенные пушки, они бьют очень сильно и пробивают вражеские щиты. Ой, мой щит разрушен. Мне нужно поставить новый. Хорошо, господи. Отойди же ты. А, у них теперь две пушки. Вот в чём дело. Давай, давай, давай. Вот так вот. Давай, 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 давай. Ай, надо было улучшить для начала. Попадём по двум? Нет, по одной только попали. Только по одной попали. Ёпра, СТ. Ну и чё, надо хотя бы одну уничтожить, потому что две из них будут пробивать в щит. Ой, не-не-не-не, погодите. Одну-то они улучшили, вот что плохо. Одну-то пушку улучшили, сволочи. Ой, шахту мою разрушили. Вот так вот. Давай, давай, давай. Хорошо, ещё одну шахту надо ставить срочно. Пробивают, сволочи, очень быстро. Очень быстро пробивают. Ну так и интереснее. Будет становиться всё сложнее и сложнее, да? Ай! Ой-ёй-ёй, он выжил! А, нет, хорошо. При падении вышка уничтожается точно так же. Так, хорошо. Всё, поехали дальше. Давайте расширять себе территорию. Потому что он в ближайшем времени как-то тоже сам расширяться не собирается. Так, дальше расширяем территорию. Строим пушку сейчас срочно. Хотя, блин, вы знаете, тут тяжко будет. Подальше лучше пушку построить. Он тоже там пытается что-то отстроить. Давайте сенсоры построим. Точнее, с щиты. Какие нафиг сенсоры? А, смотрите, что он сделал. Ладно. А, мы её тоже можем... Ой, мы её тоже можем улучшать. Вот что круто. Так, давайте-ка. Посмотрите просто сколько слоёв теперь у нашего щита. Там, правда, кулдаун будет побольше. Аж 30 секунд, да, получается. Но у нас теперь аж сколько? Четыре слоя, получается, щита этого. Отлично. Пробиваем их щиты. О, пробил щит и ещё успел попасть по ихней шахте. Слушайте, это просто обалденная игра. Я просто в неё влюбился. Вот серьёзно, кроме шуток. Щиты отстроил. А мы ещё можем щиты построить. А, мы обновляем щит, вы смотрите. Может, надо было как-то подальше построить, я не знаю. Так, он тоже свою пушку улучшает. Вот что, плохо. Ну, чёс, не беда. А у него защиты, в принципе, там нету. Давай, давай, ещё разочек. Ой, всё, сейчас нас надо что-то обстреливать. Причём очень так больно. Давай, давай, быстренько, быстренько, быстренько. Успеем. Успели одну уничтожить, это хорошо. А щит, может, успеем ещё построить. Давай, 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 быстренько. Есть, успели. Всё, теперь продолжаем обстрел. А мы-то пробили дальше, смотрите. Так, что-то, можем ещё одну пушку где-то построить в выгодном для нас месте, а? Можем вот тут построить. Отлично. Хорошо, поехали. А, и, блин, я попал не туда совсем. Это было плохо, на самом деле. О, сейчас пробьёт. Да, пробил. Пробил, надо срочно ещё один щит ставить. Так, а нам надо вот так вот. Давай, 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 родной. Уничтожать надо. И ещё разочек. Вот так вот. У нас теперь две будут пушки сильных. Давай, давай, давай. Ой-ёй-ёй-ёй, он тоже сейчас будет очень круто нас пробивать. Но ничего, надо успевать как-то с ним собладать. Хорошо. И ещё разочек сейчас. Хорошо. Щит срочно надо ставить сейчас. Отлично, всё. Живём, друзья, живём. Пока всё в порядке. Вы знаете, чем сложнее, тем интереснее. Это действительно так. Ну всё, здорово, смотрите. Справляемся. Так, теперь надо уничтожить их щитовую башню. Потому что она мне будет мешать здесь очень сильно. Так, пониже, пониже надо, блин, пониже. А у них и пушек как-то не осталось, да, и они перестали по мне стрелять. Вот так вот. И ещё разочек. Вот так. А, не, я вообще не туда попал, в принципе, тоже неплохо. Я думаю, дальше нам расширяться тоже не имеет смысла, потому что главное сейчас просто их завалить. Правильно? Они ещё что-то пытаются делать, господи. Какие наивные, согласитесь. У них там, ух, они там тоже уже обстрел по нам начинают вести издалека прямо. Ух ты, смотри, что творят. Так, давайте тут щит построим. Ой, а тут-то щит снимается. Я не знал, что он будет сниматься. Ёпреса-то. Так, давайте-ка ещё одну защитную здесь поставим. Вот. Где-то вот здесь вот, да? А! Успели как-то защититься, но очень плохо, на самом деле. Так, давайте. Надо, блин, надо вообще нам... Ай, господи, как-то всё плохо очень. Всё очень плохо, друзья. Так, давай-давай, вот туда вон. Я, правда, по замку бью прямо, но ничего. Дела-то как-то обстоят. Вот тут-то защитим. О, он тоже промазал, хорошо. Так, разочек, и ещё разочек туда же. Давай, стреляй. Пока щит сняли. Всё, будем сейчас пушку уничтожать планомерно. Вот, всё, теперь у нас защита вроде как надёжная, с другой стороны он-то сверху сейчас будет обстреливать. Вот так вот, и ещё разочек. Где-то наша пушечка. Вот так вот. Слушайте, как она же долго живёт-то вообще. Ещё разочек. Там тоже щит стоял. Давайте, надо пушку даубивать уже. Отлично, они тут ещё одну пушку построили, но пушка у них не апгрейдженная, и пока что слабая, надо пользоваться моментом. Вот так вот. И вот так вот. Ну и щиток ещё на всякий случай тут поставим. Всё, теперь можно... Ой, в принципе, о чём мы вообще забыли про дальнюю вышку? Она ведь тоже, смотрите, как далеко умеет стрелять. Главное, наводку настроить, и тут всё будет в порядке. Короче, просто марсированный арт-обстрел у нас получается. Я просто уже представляю, какая перспектива у этой игры, и как она покажет себя в дальнейшем, то есть, когда будет более поздний этап игры. Согласитесь, это будет очень круто. Всё, уничтожили. Спасибо за спасение. Ах, мне следовало поместить тебя в другой замок. Мой воздушный корабль имеет способность ремонта, которая поможет тебе в бою. Вот о чём я и говорил. Ремонт в этой игре действительно очень важен. Но и у врагов появятся ремонтники. Вот в чём дело. Опять же, в каждом уровне появляется всё больше и больше особенностей, и это превращается просто в громадную стратегическую игру, где действительно нужно думать, и успевать использовать всякие фишки и примочки. Это очень круто. А теперь давай спасём моего друга. Она работала на новом воздушном корабле с потрясающей возможностью. Что ж, круто. Проблема в том, что мы третью медальку не заработали на 48 секунд позже, чем положено, закончили. И вот у нас новый пилот-принц, который может лечить постройки. Здорово, что? Да, друзья, это потрясающая игра. Просто потрясающая, я вам серьёзно говорю. Я думаю, что вам она тоже понравится. В таком случае не применить возможности купить её и поиграть. Хотя, если честно, вот я понимаю, там в The Forest я играю альфа, да, там много багов. В DayZ там тоже альфа, тоже много багов. А здесь-то что? По-моему, абсолютно рабочая игра, и что она считается альфой, я тоже не совсем понимаю. Абсолютно рабочая, абсолютно классная игрушка. Итак, друзья, Cannon Brawl была перед вами. Надеюсь, вам было интересно. В таком случае, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Ну, а нас ждут новые, классные, невероятные приключения. Нас ждёт ещё очень много любопытных игрушек, которые я хочу для вам показать, для вас записать. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,